Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресный день за богослужением, читается Евангелие от Луки. Это первые 11 стихов 5 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Александра. Во время Оно, стоящий Иисус при езере Генесарецте, и видит два корабля, стоящие при езере, рыбаря же отшедши от нее, измывах умрежи. В лес же ведин от кораблю и жебе Симонов, моли его от земле, ступите мало, и сед у чаши из корабля народы. Яко же преста глаголя речей к Симону, поступи во глубину и версите мрежи вашу в ловитву. И, отвечав Симону, речей ему наставниче, обнось всю трусшися нечесожи яхом, по глаголу же твоему вергу мрежу. И се сотворше, яша множество рыб много, протерзашися же мрежа их. И помануша причастникам и жебеху во друзем корабли, да пришедши помогут им. И приедоша и исполниша оба корабля, яко погружатися има. Видев же Симон Петр, преподек коленома Иисусова могла голя, изыдя от меня, якому ж грешен есим Господи. Ужас бо одержаше его, и вся сущая с ним, ловитве рыб яже яше. Такожде же и Акова, и Иоанна, сына Зеведеева, яже беста обещника Симонови. И речей к Симону Иисус, не бойся, от сели будеши человеки ловя. И извлекши оба корабля на землю, оставши вся вслед его и доша. Предлагаю прочитать вместе этот текст в русском синодальном переводе. В то время стоял Иисус у озера Генесарецкого, и увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы потрудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть». Увидев это, Симон Петр припал к оленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». «И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Знаменитое озеро Галилеи известно под тремя названиями – Галилейское море, Тевриатское море и Генесарецкое озеро. Когда мы в последний раз слышали проповедь Спасителя, он был в синагоге. Теперь же проповедуют на берегу озера. Правда, Господь снова будет проповедовать в синагоге, но приближается время, когда дверь в собрании иудеев будет для него закрыта. И церковью для Христа станет берег озера или дорога, а кафедрой – лодка. Он будет там, где люди будут его слушать. Одним из ярких образов сегодняшнего евангельского отрывка является образ апостола Петра, а точнее, пока еще Симона. Именно к нему обращается Христос, повелевая отплыть на глубину и закинуть сети для лова. На что Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Святитель Феофан Затворник замечает, это образ всякого труда без помощи Божьей и труда с помощью Божьей. Пока человек трудится один и одними своими силами хочет чего-то достигнуть, все из рук валится. Когда приближается к нему Господь, потечет добро за добром. И действительно, когда Господь предложил рыбакам забросить сети, каким бы усталым ни был Симон, он был готов попытать счастье еще раз. Несчастье многих людей заключается в том, что они опускают руки в тот момент, когда им нужно было сделать всего лишь одно усилие – обратиться за помощью к Богу. Симон Петр, став вновь свидетелем чуда Христа, обращается к нему со словами, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Святитель Николай Сербский так рассуждает о словах апостола Петра. Из чувства своей греховности и недостоинства он просит Господа выйти от него. Это чувство собственной греховности в присутствии Божьем. Есть драгоценный камень души. Господь ценит его больше, чем все формальные гимны восхищения и благодарности. Ибо если человек поет Богу многочисленные гимны восхищения и благодарности, но не ощущает своей греховности, нет ему в том никакой пользы. Сия ощущение греховности ведет к покаянию, покаяния ко Христу, а Христос к воскресению. Ощущение своей греховности есть начало пути спасения. Конечно, чудо, совершенное спасителем, особенно поразило Симона. Он понял, что Господь хочет дать ему какое-то особое поручение, и страх перед неизвестным будущим наполнил его душу. Но в ответ Господь успокоил апостола словами. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Александр Павлович Лопухин пишет. Это было символическое действие, которым Симону указывалось на тот успех, какой он будет иметь, когда начнет обращать своей проповедью ко Христу целые массы людей. Евангелисту, очевидно, предносилось здесь то великое событие, которое совершилось благодаря главным образом проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, а именно обращение ко Христу трех тысяч человек. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы видим проявление действенной веры, как готовность делать то, что на первый взгляд кажется невозможным. И если мы хотим чудо, богообщение в нашей жизни, то должны поверить Иисусу Христу на слово, исполняя его мудрые повеления и со вниманием принимая все его наставления, оставленные нам в Святом Евангелии. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Душа моя, Господа!